Компьютерный ЕГЭ по информатике, 2021 год. Первое задание. Итак, на рисунке справа схема дорог Эннского района изображена в виде графа. В таблице содержат сведения о длинах этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населенных пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова длина дороги с пункта В в пункт Е. Для того, чтобы решить эту задачу, хорошо бы немного владеть терминологией теории графов. Что такое граф? Это множество вершин и множество ребер. При помощи графов могут изображаться совершенно различные вещи, не только карты схематически. Да, хотя населенные пункты это прекрасные вершины, а дороги это замечательные ребра между ними. Но на самом деле в качестве вершин могут быть вплоть до того, что различные математические выражения, ребра преобразования и вообще множество-множество различных вещей. Очень часто сейчас используются графы социальных сетей. Было бы интересно увидеть такую задачку в ЕГЭ, где это были бы друзья. Так вот, графы бывают ориентированные и неориентированные. И оба вида представлены в ЕГЭ. В первой задаче графы неориентированные. Для хранения графа, для его представления, используется не только графическое изображение. Есть еще несколько разных способов. Первый это по определению. Просто банально список вершин и список ребер. Если у нас список вершин позволяет как-то однозначно назвать, идентифицировать вершины, то ребра это пары вершин. Ну, в неориентированном, соответственно, не важно, какая из них первая, какая вторая. Ну и, собственно, множество ребер. Как мы их будем хранить, не так важно. Ну, вот в одной из задач, кстати, про родственные отношения в базе данных, там будет, по сути, ориентированный граф, заданный списком ребер в таблице 2. Ну, там это не важно. Что важно в первой задачке? Желательно знать такое понятие, как степень вершины. Да, и еще, я не проговорил про вторую важную форму хранения графа. Она называется матрица смежности. Смежными называют свершины, у которых есть ребро, которое их связывает. Кстати, ребро совершенно не обязательно прямое. Оно может быть сколь угодно кривым. Кстати, то, что я нарисовал, называется кратные ребра. В первой задачке ЕГЭ их нет. Вот, теоретически они, ну, где-то они встречаются, да, если представлять какие-то задачи в форме графа. Так вот, значит, эти вершины соседние или смежные. Для смежных вершин, вот, допустим, я маленький какой-нибудь граф здесь напишу, да, ABCDE, да. Соответственно, для смежных вершин в матрице смежности должна быть в пересечении правда. Да, просто галочка. Если эта вершина A и эта вершина, там, D, например, да, а еще есть вершина B, C, E, да, и они как-то друг с другом смежно связаны, да. Ну, вот, ну, я тут еще что-нибудь черкну. Так вот, в этом случае я отмечу, что у меня вершина A смежная с вершиной D, я галочку поставлю, вершина A смежная с вершинами B и C, тоже галочки поставлю. Дальше, вершина B, кроме вершины A, смежная еще есть CD, A, CD, да, ну, и еще вершина B смежная с вершиной E, да, то есть она смежная со всех, кроме самой себя. Кстати, интересно, что вершина теоретически может быть смежной самой себе. Угу, да, вот такая вот пара вершин, как бы, сама себе, да. Кольцевая такая дорога называется петля. Такое ребро называется петля, и с ним есть некоторые особенности. А именно, для данной вершины это ребро считается дважды. Она, как бы, дважды этому ребру кратна. Так вот, значит, что я хочу сказать. Что у нас, да вот, я давайте кратенько заполню эту матрицу смежности. Так вот, вершина C у меня смежна с A и с B, да, соответственно, я здесь ставлю галочки, да, и вершина E смежная с вершиной B, ну, и больше, собственно, ни с кем. Что-то где-то я пропустил, я забыл про D. D смежная с A и с B. Замечательно. В матрице смежности мы можем увидеть одну очень важную вещь. Что для неориентированного графа матрица смежности симметрична относительно главной диагонали. Чего не хватает? Глиндорог. Но надо сказать, что когда это дружба в соцсетях, там никаких глиндорог нет. Если это Алеша, Дима, Вася, Сережа и Евгений, они либо франды, либо не франды. Правда, там есть и такая тонкая, что невзаимные, да, тогда граф будет ориентирован. И как раз, кстати, матрица смежности не была бы тогда, собственно, симметричной. Во первой задачке мы видим симметричную матрицу, всегда отсутствие стрелочек на этих ребрах, дорогах. Это как раз означает, что у нас граф неориентирован. Так вот, раньше вот в этой задачке ставился вопрос о поиске кратчайшей траектории. И все. То есть она была такая совсем простенькая, тестовая. Сейчас тот вопрос, который ставится, кстати, намного сложнее. Дело в том, что если я нарисую какой-то еще вот расколбас, да, я могу спросить, а, собственно, вот то, что я нарисовал, и то, что вот тут, вот, да, это, ну, давайте я как-нибудь это дело обозначу, там, не знаю, русскими буквами, там, какой-нибудь. И, И, К, Л, М. Короче, да, вот это и вот то, это одинаковый как бы граф, или разный как бы граф. Ну, то есть дело в том, что они как бы математически эквивалентны или нет, это важно. Потому что если я смогу решать математические задачи какие-то на вот этом графе, то и если они как бы подобны. В математике есть, в геометрии, есть такое понятие подобия треугольников, да, то есть они вроде не равны, но подобны. Для графов это слово называется изоморфизм. Изоморфизм. Слушайте, не так важно это для сдачи ЕГЭ, можно не знать про это, но я не могу не рассказать. Изоморфизм графов означает следующее. Первое, у них должно быть одинаковое число вершин и одинаковое число ребер. Без этого графы не изоморфны. Изоморфизм существует, если я могу от каждой вершины к каждой провести некоторое соответствие, да, и при этом ребра, ребра, это же количество здесь у меня совпадает, да. Но если я провожу, то у меня там все совпадает. У меня те вершины, которые были смежными, остаются смежными. Те ребра, которые попадали оттуда сюда, попадают точно так же оттуда сюда. Я вижу, что у меня, например, посмотрите, вот эта вершина, да, и вот эта вершина L, A и L, они должны вроде как быть, как сказать, при установлении изоморфизма должны бы совпасть. Но они у меня здесь смежные, а здесь не смежные. Отсюда вывод, этот граф и вот тот граф не изоморфны друг другу. Но интересно то, что даже если нам кто-то сказал, вот этот граф и вот этот граф точно друг другу изоморфны, если они являются большими, то есть вершин вообще-то много и ребер много, то задача установления изоморфизма является очень сложной. Говорят, еще NP сложная задача, я не буду вдаваться в этот термин. Короче, такая вот неразрешенная, очень сложная проблема, которую можно только полным перебором решать. Вам на ЕГЭ предлагается решить вот эту задачу установления изоморфизма, но на маленьком графе. Сделать это вручную. Можно сделать это следующим образом. Вот представьте себе, что у меня вот здесь вот, да, я сейчас вот здесь как раз его возьму и переназову, да, как-то здесь перенумерую, там переназову. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Я не буду сейчас P писать везде, да, а зря может стер. Хотя ладно, E, B, C, D, не знаю. Давайте еще что-нибудь поменяем сюда E, там сюда B. О, вот так вот. Я что-то так покрутил. Ну, короче, сейчас будет не так просто. Кто из них где? Где вершина A, извините. Да, где вершина B? Все названия там не поменялись, да, я... Как мне установить, какая вершина, к какому номеру здесь соответствует? Вы знаете, есть такое важное понятие. Степень вершины. Степень вершины. Если у вершины есть, например, три ребра, которые из-за... Не хочу вводить лишний термин. Три ребра, которым она принадлежит. Вот. Но тогда... У нас эта форма не предполагает кратных ребер. То есть вот таких ситуаций нет. Мы, в принципе, в матрице смежности не сможем это хранить. По-нормальному, прошу прощения, хранить. Так вот. Степень вершин означает, что у нас количество смежных вершин, вершин, в данном случае смежных вершин, так как ребер, которые... Ладно, неважно. Ребер, которые с данной вершиной непосредственно связаны, она является их концом, их, соответственно, это число. Так вот, это число, степень вершины, не пропадает ни тут, ни тут. При установлении изоморфизма, при перерисовывании графа так-сяк, а на самом деле граф можно перерисовать, я могу эту вершину Е перебросить сюда. И от этого топологически, то есть принципиальное устроение графа не изменится. Это не повлияет на его принципиальное устройство. Понятно? Графическое изображение для графа вторично. Ладно, так вот. У меня вершина 1 в данном случае имеет 1, 2, 3. Степень 3. Вершина 2 имеет 1, 2, 3, 4. Степень 4. Вершина 3, степень 2. Это степень 2. Это степень 1. Друзья, здесь тоже очень легко эти степени осознать. Посмотрите. Вот это 3, 2, 2. Это 3, это 1. Я подписал не номера. Я подписал степени вершин. Что я могу сказать? Ой, простите. Здесь я обсчитался. 4, конечно. Так вот. Однозначно у вершины сохраняется ее степень. Значит, вершина степени 1. Вот она. Все. Я могу подписать, что это B. Могу здесь отметить, что это... Ну, ладно, я напишу P1, чтобы не путать. Да, пункт 1. Понятно? Естественно, что подписав там, я подписываю тут. Да, где еще однозначно? Вот эти две еще однозначно сразу попадают куда надо. Значит, вот это А. Да, ну в новой, в новых моих названиях. Да, что еще? И С. Вот она. Это С. Я не ввел одно важное понятие. Оно называется вес ребра. Вес ребра это либо длина дороги. Либо стоимость проезда. Либо время проезда по данному участку трассы. Много разных интересных вещей может назваться словом вес ребра. Граф, для которого ребра имеют веса, называется взвешенным графом. Понятно? На самом деле, в принципе, могут быть веса и у вершин. Это не запрещено. Можно вводить. Но смысл другой. В данном случае для взвешенных графов очень много есть разных интересных алгоритмов по поиску кратчайшей траектории, количества разных. Много всего есть разного. Так вот. В данном случае, после установления изоморфизма, нам требуется найти какое-то простое решение. Там что-то сказать про какие-то пару пунктов. Так вот. Если вот эту терминологию, которую изложил знать, то решение многих задач номер один превращается в почти шутку. Да, если понимать, что такое степень вершины. Да, еще один важный момент. То, что мы вот здесь видим, не представляет из себя... Ну, как бы это скорее матрица весов. Но за счет того, что у нас здесь существует понятие пустоты, то есть клеточки, в которых не ноль, а просто пустота, это означает, что ребра нет, то получается она же и матрица смежности. То есть, если мы на числа смотрим как на галочки, то, соответственно, я вижу, что вершины P1, степень 2. Просто раз, два, я просто посчитал, сколько чисел, да? Нет, безусловно, я мог бы вот эту вот матрицу использовать, чтобы нарисовать от руки с названиями P1, P2 и так далее, P7. Мне неинтересно это делать долго, не хочу. Мне нужно всего лишь определить длину дороги из пункта V в пункт E. Соответственно, главное найти, кто V, кто E. А давайте внимательно посмотрим на V. P6, раз, два, три, четыре, пять. Пять ребер. Слово инцидентно, инцидентно пяти ребрам. Вот как это называется. Так вот, вершины E, раз, два, три, четыре. Ага, а у меня есть еще такие вершины. Здесь 2, 2, 2, 3, 2. Опа, V и E попались. Я сразу могу сказать, стоп, посмотрите, вот у меня P6, раз, два, три, четыре, пять смежных вершин. А вот другая, P4, раз, два, три, четыре. Все, они попались. P4 и P6, это и есть V и E. На пересечении я вижу число 20, это, собственно, вес ребра, ну или длина дороги из пункта V в пункт E. или наоборот, потому что граф неориентированный. Эта задача оказалась чрезвычайно простой. Желаю вам успешно сдать ЕГЭ по информатике, стать отличными IT-специалистами, пользоваться свободным программным обеспечением и быть этичными людьми. С Богом!